Приветствую вас. С точки зрения психологии, конечно, более предпочтительнее решать проблему, стараться решить проблему, но не бежать от нее. Не бежать от проблем. Вот. Но если понятно, что вы сами делаете выбор в пользу того или иного решения, вот, понятно, что вы действуете так, как хотите вы, и вы решаете, что вам делать, на это никто повлиять не может. Вот. Но, на мой взгляд, лучше решить проблему, чем как-то от нее убегать, да. Потому что, ну, не решите проблему сейчас, грубо говоря, не решите проблему сейчас. Она появится в другом месте, она появится в другом случае, она появится по другим моментам, знаете, если вы не решите проблему. Вот. Поэтому, поисследовать данный вопрос, на мой взгляд, все же стоит, да. Да, может быть, у вас не ассоциируется ее имя, ну, это вот имя не ассоциируется у вас с чем-то, скажем так, с чем-то, ну, с каким-то конкретным человеком. Может быть, имя не ассоциируется, может быть. Но, возможно, ассоциируется с чем-то, возможно, ассоциируется с чем-то, понимаете. То есть, возможно, ассоциируется с какими-то событиями в вашей жизни, возможно, ассоциируется с какими-то, ну, с какими-то элементами, моментами в вашей жизни, понимаете. И вот мне кажется, мне кажется, да, мне кажется, что имеет вот смысл, да, мне кажется, что имеет смысл посмотреть на этот момент, да, посмотреть на момент о том, что вызывает у вас негатив. такой. Вот именно, да, что вызывает негатив, связанный с этим именем. Допустим. Допустим. Вот. Понимаете? И, возможно, тогда, возможно, тогда, вы сможете для себя, ну, гораздо лучше понять эту историю. Понять то, чем вас, допустим, раздражает имя. Чем она вас напрягает. Вот. Такая вот история. Такой момент. Чтобы полюбить, нужно проследить за теми эмоциями, которые возникают в результате этого имени. То есть, вы говорите, что ни с кем, из каких-либо людей они занимаются ассоциироваться, вы этого не знаете. Вот. То есть, вы не знаете, с чем она ассоциировалась. Ну, ненависть, просто так, наверняка. И появление ненависти, именно появление ненависти, как защиты, да. Появление ненависти, как защиты, связано с тем, что нечто, именно нечто, лишает вас ощущения гармонии. И вот, ну, нужно, поисследовать. Нужно поисследовать, что именно, лишает вас ощущения гармонии. Потому что ответственность за это ваша. И, я думаю, что ребенок, он, ну, не должен страдать из-за того, что вам вот его имя не понравилось. Да. Это с одной стороны. С другой стороны. Ну, я, опять же, с трудом представляю себе, скажем так, гармоничное отношение. Отношения. В которых. Возникает. Такая проблема имя. То есть, ну, очевидно, да. Что. Вами. Было. Не обговорено. То, что. То, какое имя. Дается. Вы с мужем и, как вот, говорите, родственниками. Не находитесь на одной волне. Да. Очевидно, что имя приняли без вашего Оксана согласия. Да. То есть, Оксана вам не нравится. Вряд ли вы, ну, вряд ли вы им давали свое согласие на имя. И вот, все в таком духе, все в таком духе, все это свидетельствует об определенной дисгармонии в вашей семье. И это то, над чем также стоит работать. Это то, над чем, на что также стоит обратить ваше внимание. Потому что дисгармония в семье, куда более серьезная проблема и глобальная проблема, чем то, что вы вот, допустим, ненавидите имя своей дочери. То есть, чувствуется в вас некая, некая жертвенная позиция, что все против меня, я ничего не могу, я там ни на что не влияю и прочее, 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 прочее. Вот. Я не говорю о том, что вы обязательно на сто процентов находитесь в этой позиции. Но я говорю о том, что отстаивать свои интересы глобально так же нужно. С одной стороны, это работа лично с вами, а с другой стороны, это работа по гармонизации отношений в семье. Вот. Потому что, ну, не просто так, да, не на ровном месте возник, возник такой вот, ну, возник вот такой противоречный, такой конфликт. Интересно. А дальше решать уже вам. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.